Добрый вечер в студии Екатерина Абрамова. Вместе мы подведем сегодня итоги этой недели. Секс-рабыня, прислуга и смертница. Такой участи чудом удалось избежать школьницы из Нижнего Новгорода. Ее спасли сотрудники ФСБ, но это один пример из сотен. Вербовщики давно идут протаренной дорожкой, знакомятся с девочками через социальные сети, дальше «люблю, куплю, полетим». Потом изнасилование, унижение, уничтожение личности и пояс шахидки, как единственный выход. Тему продолжит Роман Никифоров. Спецназ ФСБ ставит точку в истории о большой и чистой любви. В одном из дагестанских аулов оперативники нашли 16-летнюю школьницу из Нижегородской области. На Северный Кавказ девушка приехала сама, своему принцу, с которым полгода общалась в соцсетях. Он мне начал писать с неизвестного номера, неделю, наверное. А потом он сказал, что меня так-то зовут, давай встретимся. Говорил мне, чтобы я ночью потерял какие-то непонятные слова. Говорил, что и родителям мне нужна, друзьям мне тоже не нужна, что меня никто не любит. Прилежные ученицы обещали жизнь во дворце и поступление в университет, но в итоге заперли в сарае. Принц же оказался вербовщиком запрещенной в России группировки ИГИЛ. От его былой обходительности не осталось и следа. Там он мне сказал, чтобы, то есть уже наехал на меня, чтобы начал угрожать мне, то, что меня там убьет, если я не буду делать так, как он там будет все говорить. В отношении молодых женщин ведется целенаправленная обработка, в результате которой они теряются как личности. Зачастую террористы используют таких женщин, как смертниц, прислугу, секс-рабынь. Вербовщику удалось скрыться, но все же силовики подоспели вовремя. Школьницу уже готовили к отправке в Сирию. И если бы она пересекла границу России, вернуть ее было бы проблематично. Столичный предприниматель Мансур Исмаилов родом из Чечни. У него четверо дочерей, которых он воспитывал в духе традиционного ислама. Одна из них, Мариам, с отличием закончила первый курс в президентской академии народного хозяйства. Из всех моих четыре детей она действительно и самая одаренная была, и самая честная, и самая абсолютная человек, который даже не умел врать. Но летом этого года Мариам пропала. Вскоре выяснилось, она сбежала в Турцию со студентом из Дагестана Нариманом Газиевым, с которым познакомилась в соцсетях. Молодой человек также стал жертвой вербовщиков. Я познакомился с семьей, это абсолютно интеллигентная, абсолютно нормальная, адекватная семья. Мы узаконили, так скажем, и по нашим обычаям, и по шариату их неотношения в любом случае. Отец тут же вылетел в Стамбул. Надежда на возвращение дочери еще была. Она выходила на связь в WhatsApp. Я давно хотела тебе ответить. Я просто не знаю, что тебе говорить. Не хватило мне смелости ответить тебе. Только сейчас. Но после этого разговора, говорит Мансур, тон Мариам изменился. С ней уже плотно работали эмиссары радикальных группировок. О ней при личной встрече и объяснили отцу, почему дочь его больше не хочет слышать. Мы просто объяснили ей, что ты не мусульманин, твоя жена не мусульманка, ее сестры или братья, кто бы там ни был, не мусульмане, весь род ее, это не мусульмане. А вот мы, ее братья и сестры, мы мусульмане. И, соответственно, с нами она будет счастлива. Сейчас Мариам находится в Сирии. Ее мужа уже убили, и она стала вдовой. 19 лет. Я не вернусь, я не вернусь. Я умру только там, где Аллах предопределил это мне. Только в этом месте я и умру. Сегодня радикалы вербуют новых сторонниц по всему миру по одной и той же схеме. Сначала в дело вступают наводчики, мониторят соцсети, сайты, знакомств. Ищут бунтарей, недовольных или просто девушек с личными проблемами. Дальше подключаются так называемые мотиваторы. В анкетах, на сайтах знакомств девушки пишут свои увлечения и хобби. И грамотный вербовщик, он же психолог в том числе, обладает какими-то навыками. Он как раз-таки подводит к этим интересам. Он спрашивает, а чем ты интересуешься, а что, какие книги читаешь. И начинается общий интерес. И девушка чувствует в этом парне родственную душу. Он понимает меня как никто и как никогда, например. Вербовщик работает сразу с десятками кандидатов и никуда не торопится. Пруг вопросов постепенно расширяется. Начинаются разговоры о политике и религии. Поначалу их привлекает вот эта возвышенность, романтизм, героизм некоторая, героизация этого поведения. Эти сильные мужчины, которые отстаивают истину, готовы положить себя на алтарь борьбы за истину. Дальше личные встречи. Вот достопочтенная дама из Лондона делится со своими новыми сестрами самым сокровенным. Это не первая нация, которая ведет заговор против веры. Не первый раз, когда формируется альянс наподобие коалиции. Но Аллах постепенно уничтожит их всех. А вот и завидный жених заявляет о серьезности своих намерений. Когда я выберу тебя, я собираюсь сделать тебя своей женой. Я куплю тебе автомат в качестве самозащиты. Впрочем, куда чаще невестам ИГИЛ дают в руки не автоматы, а пояса шахидов. Технологии убеждения самые жестокие. Ты была 10 раз в браке, 10 ночей подряд с разными мужчинами по формуле временного брака. А потом говорят, ну вот, видишь, ты не подошла, ты, оказывается, не очень красивая, не очень умеха. Но ты можешь спасти себя. Вот начинается пропаганда рая. Ей показывают путь. Отчаяние можно преодолеть путем перехода в другую жизнь. По данным Алексея Гришина, только в русскоязычном сегменте интернета работают 7 тысяч специалистов от ИГИЛ, которые круглосуточно ищут потенциальных жертв. Борьба с этой террористической дивизией идет с переменным успехом. Нижегородская школьница вернулась к родителям и общается с психологами. А московская студентка Мариам остается в лагере боевиков и все реже выходит на связь с семьей. Последние две недели сообщение от нее не поступало. Роман Никифоров, Мария Солопова, Александр Александров и Константин Жуховицкий. Программа «Вместе». 26 тысяч столько экстремистских ресурсов за прошлый год выявил Национальный антитеррористический комитет. Задержано было 69 модераторов. Это много. Это больше, чем в 2015 году. Вот такой прошедшую неделю увидели наши корреспонденты, операторы и редакторы. Мы же вернемся к вам в следующее воскресенье. Спрощаюсь. Всего доброго. Вместе интересно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»